В последние пять лет люди стремятся начать своё дело, верят в себя, в свою страну и в свой успех. Особо отмечу, что за 2023 год на 20% выросло число молодых предпринимателей возраста до 25 лет. Сегодня их более 240 тысяч. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рост быстрее темпов увеличения ВВП. То есть должна повышаться эффективность такого бизнеса, его качественные показатели. Уже говорил, что не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощённого на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению, другим способом так называемой оптимизации фискальной нагрузки. Прошу правительства совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе в белую. При этом, подчеркну, никаких штрафов, подчеркиваю это особо, никаких штрафов, санкций, пересчёта налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии. Кроме того, поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощёнки на общий порядок налогообложений. Далее. Мы пошли на такое решение, как временные моратории на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять. Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого, с учётом наработанного опыта, полностью перейти на рискоориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок. И ещё предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право – раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории. Повторю, нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счёт высокотехнологичных направлений производственного бизнеса. В целом, налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего...